Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо большое за возможность выступить перед вами. Я хотел в качестве вступления вернуться к тому тесту, который озвучила господа Изосимова перед началом наших дебатов. Являются ли СЭЗы инструментом усиления конкурентоспособности Украины? Все выступающие буквально говорили о том, что хорошо с СЭЗами, что плохо. Но я хочу выступить именно против этого аргумента. У меня аргумент в том, что они являются инструментом сдерживания, повышения конкурентоспособности Украины. Объясню почему. У нас есть две альтернативы в Украине. Создать какое-то количество СЭЗов с налоговыми льготами и пытаться реформировать страну в целом. Если мы, опять же, возвращаясь путем создания СЭЗов, и попытаемся сконцентрировать всю свою энергию в СЭЗы, то это приведет к тому, что какая-то концентрация капитала, какая-то концентрация инвестиций произойдет именно в СЭЗе, как мы видим, на самом деле, на уровне выступающих. А вся остальная страна останется отсталой. Потому что во всей остальной стране не останется мотивов к реформированию страны. Мы должны видеть ситуацию не только изнутри СЭЗа, но сверху, на уровне всей страны. Вот представьте себе, что я не в Донецке или не в Азове, а я в Днепропетровске. Я вижу, как мои инвесторы из моего города бегут в Донецк, потому что там более благоприятные условия. И это приводит к депопуляции других зон. Это немножко утрированный аргумент. Но это показывает следующее, что если мы пытаемся идти путем частичных решений, временных решений, мы на самом деле не помогаем развиваться в стране в целом. Тот же аргумент, который говорил наш друг из Закарпатия. Он говорит, вот мы пришли, правительство сейчас взяло, отменяло налоговые льготы, мы не можем больше так работать. На самом деле СЭЗа не приводит к развитию в такой форме, в которой они существовали в Украине, то есть налоговых льгот. Есть налоговые льготы, есть инвесторы, нет налоговой льготы. Инвестор уходит на самом деле. Он уходит там, где есть эта налоговая льгота. И в результате на самом деле инвестиции носят абсолютно временный поверхностный характер. В сборочные производства, которые очень быстро можно демонтировать и унести с собой. А реально вот давайте зададим себе вопрос. Во всех СЭЗах в Украине назовите мне одну крупную компанию, которая пришла надолго и по-крупному. На самом деле таких примеров, если есть, их очень мало. Потому что компании придут в Украину не за счет СЭЗа, а если Украина в целом как рынок станет привлекательным. Им будет выгодно или работать на рынке Украины для украинского спроса, для украинского потребителя. Или же из Украины работать для других рынков, которые окружают Украину. Но для этого нужны очень фундаментальные изменения. Нужна хорошая инфраструктура, нужно хорошее образование, нужны хорошие законы, нужна нормальная администрация. Большая проблема, почему люди стремятся в СЭЗ, в том, что государству нельзя доверять. Поэтому они пытаются найти некий забор, внутри которого можно устроиться и защититься от государства. А давайте представим, что государство надежное, прозрачное и эффективное. И не нужно от него защищаться. Нужно, наоборот, реформировать это государство, а не создавать, еще раз, маленькие островки, которые приведут к тому, что все остальное государство не будет реформироваться. Спасибо.